всем привет с вами гринайт и мы продолжаем обзор обновления в плане дзу что-то я не успевал вообще ничего поэтому сегодня прям очень очень быстренько альпийская коза на разновидность домашней козы родом из французских альп обитающего франции италии и швейцарии она приспособлена к климатическим условиям горных пастбищ и была выведена в качестве породы приносящей большой объем молока альпийские козы обладают плотным телосложением с длинными тонкими конечностями и шеи их короткая шерсть может иметь полностью бурый черный или белый оттенок также встречаются серые особи с черно-белыми отметинами и пятнистые животные в чей окрас входят все основные цвета у альпийской козы небольшая голова с длинными прямыми ушами и слегка изогнутыми рогами рога и бородка могут быть как у козлов так и у кос однако у самцов они обычно больше рост альпийской козы колки составляет от 67 сантиметров до 95 самцы весят от 77 до 100 килограмм они тяжелее и длиннее самок чей вес варьируется от 61 до 70 килограмм козы были одомашнены людьми более десяти тысяч лет назад и стали одним из первых животных использующихся в качестве источника мяса молока а также материалов для одежды и инструментов ученые полагают что предком домашней козы является кавказский бородатый козел под виды дикой овцы из кавказских гор в азии альпийские козы является распространенным домашним видом которые используются для производства молочной продукции и скрещивания они не нуждаются в сохранении социальные потребности альпийские козы любопытные животные обитающие в стадах и иерархия в которых определяется по возрасту и размеру особи самцы с доступом к самкам могут устраивать драки во время половой охоты а также могут сбиваться в халатяцкие стада козы могут привязываться к отдельным сородичем или даже к людям а размножение брачный сезон альпийских коз обычно длится с осени по раннюю весну хотя породы косы из более теплых регионов могут размножаться круглый год во время брачного периода течка у коз происходит каждые три недели а козлы вступают в половую охоту коза обозначает готовность к спариванию учащенными криками и беспокойным поведением участвующие в половой охоте самцы мочится на свою шею и передние лапы а также выделяет секрет из глант у основания рогов чтобы источать сильный запах который привлекает самок обхаживая самку самец проявляет реакцию флемена и слегка подталкивает козу плечом если самка принимает самца они начинают спаривание беременность альпийской козы длится примерно 150 дней после чего на свет появляется от 1 до 3 детенышей чаще всего в одном выводке бывают близнецы детеныши перестают пить молоко матери в возрасте от 3 до пяти с половиной месяцев однако на промышленных предприятиях отлучение от матери часто происходит раньше козы быстро растут и достигают полового созревания к одному полтора года хотя из физического развития может продолжаться еще некоторое время после этого рога особей обычно завершают свой рост примерно к трем пяти годам главное что они починили за все это время пока я не записывал они выпустили там нерпача 2 спокойно вот я все сделал все поставил они сразу начали люди ходить значит ну были значит какие-то проблемы но это хорошо что они починили и не приходится прям заморачиваться небольшой вальерчик не стал строить типа как такое закон закончике как забыл забыл как называется ой блин не амбар ну блин у каждого по-разному называется там пригон стайка и что-то типа ну что-то типа того я решил просто сделать такой вольер и естественный так 5 вольерчик даже не естественно одеть и дикий дикой дикую среду обитания пускай козочки бегают радуется они же альпийские развалилась а развалилась смотри ты же развалилась да ты развалилась ну да вот у нее бороды нет у самца самца по моему было сейчас мы найдем его он где-то здесь у нас носился вот он да вот у него есть борода это сделано здесь для того чтобы видимо отличать все равно самца от самок уже как было написано в зоопедии у них тоже может быть но у них самцов гораздо длиннее а у самок не так уж и это ну да здесь в них нету считай те нормально вот этого тоже до коллизия предмета вот этого такая себе сейчас на по сути этих полигонов больше чем должно быть она просто плоско плоско все равно а мы видим что это камушки кофе к испытывать стресс а зачем ты испытываешь стресс не стрессу не стрессу не стрессу так он меня тут кто-то так это медведи это у нас медведи нифига целых трех ой не медведи сдалекает эти росомахи росомахи так все нормально у них да не понял а а это сами тут самец я смотрю там две самки обожаю тебя разве может быть уже один по один а она партнеры она вот от вы отвык уже от всего интерфейс и все прочее прям никогда было еле еле успевал и то это вот день день в день записывается еще на завтра надо ух ты какой грязный какой ты грязный будешь но зачем ты это сделал вот зачем блин не нравится мне не нравится освещение она с одной стороны вот это вот солнце он понятно что для теней все это создано но вот с этой стороны нормально с этой вот темно непонятно вообще ничего можно только этот фонарик включить это он не так уж сильно ты помогает ладно вернемся к нашим не баранам а козочкам я вот нету я не знаю что что еще можно было добавить то потому что вот травка вот они ходят пасутся все и нормально замечательно укрытие у них есть а люди даже туда заходит да то есть там более более чем достаточно места пускай пускай развлекаются так что там курочек на эту площадь миллиард уже просто вот сколько вас здесь животина где 42 42 взрослых особи уже это наверное самые они переплюнули уже малых пингвинов по моему нет еще не переплюнули малых пингвинов не так наверное половиной до чуть чуть меньше сусексов чуть меньше половинки еще пингвинов поболее пока что вам кстати всего хватает ребята вам нормально ага и дым не хватает хорошо я понял еще сделаем так на сюда естественно вот здесь им надо их нет они не отделять не отделять едой пускай 56 я думаю этого им не хватит все равно а вот такую кормушку опять же не буду ставить можно кстати посмотреть что они там еще им дают писька указу уберем и поставим это что такое горка для лазанья козлов вау а ты только а ты для кого сейчас посмотрим где у него хэштеги а альпийский горный барандала то есть только для двоих да о нифига себе а ее по моему не было она же появилась пород потом уже что а лимушью не было тоже не следовать сосредовались а я потом уже просто не смотрел ну тоже как вариант шли не было же для кого видимо делать поэтому так и да давай а только такие да ну давай еще таких добавим а я внутри сделаю обода на вот здесь кушайте здесь и и вот на а я это некрасиво поэтому красиво смотрится но здесь еще пойдет на ближайшее время вам хватит я думаю вот одессе что у них укрытия не хватает у меня до еды теперь надолго им так европейский зубах чужак зрелость до свидания но не скоро все до получается газель дома хочет есть да у вас еды-то миллион вы не должны там ну хорошо у вас у вас же здесь двое до по два вида чужак зрелость до свидания почему посмотрим так чужак зрелость до свидания а ну да щас свои эти заборы чужак до свидания ну как чужак наш местный местный но все же придется тебя отпускать дружище так ну вроде здесь здесь вроде разобрались так то мы забираем закрываем здесь я все сделал здесь чё а смотритель не может добраться ладно я понял оставим ставим здесь тогда а почему не может добраться что такой а большой воды поставим по краям а я хотел как лучше а получается как всегда поставил еще один вход поставил один ход а эти не поставил и они начали ну потому что и да и не начали мусорить заразы не начали мусорить не надо ребята но не мусорить не мусорьте пожалуйста так куда так ты значит это молоденький давай до свидания отсюда покида что это почему а почему комки грязи больше похоже на что-то другое чем на комки грязи чужак до свидания туда же тебя сейчас мы тут майк разрули на наш запад так что есть кто еще у вас ух ю моё так всех молодых это кто у нас это дикий кабан по-моему да а пикар и пикар и возраст и поехали так микаэл давай посмотрим микаэла а давайте по имени как раз вот я буду видеть абрил антонио карлос филиппе луис а два луиса себе наверно сыночек пабло какой-то какого бразильский сериал палома так вы все идете гулять у меня по кеда карлос в чем проблем карлос что с вами почему вы не хотите покидать почему вы не хотите покидать наш прекраснейший за по почему чужак же уже достаточно таки взрослых значит и старенький так ну давай кого-нибудь поддохал поддрог поддрог понятно так сейчас погодьте так ну ладно ты понятно сейчас немножко сократим популяцию чтобы тут не то они маленькая хоть фигней тут мне не занимались а что там хотел показать ладно это этого нам хватит кстати торговли живот блин дожди даже везде дожди везде и всегда а че а я хотел вот сюда купить а кто мне тут был а хайлэнд хайлэнд так ладно сбросить давай суссекса посмотрим какие есть просто интересно за за 10 нифига себе так а да а давайте туда самца и посмотрим ну либо белый либо коричневый да не особо интересно хочу черных что странно так я я так рандов но родственные скрещены нас сомнительно тоже и джексон ну да ты прям джексон исчез джексон исчез а че реально вот это ходить не можете вам мест так мало да нет смотри нормально не должны приходить людей вообще в миллион новичек просто миллион кстати к свинкам чё там ну тоже достаточно немного ой и маленькие поросины поросяны маленькие какой милаш как иди сюда пусть и какой это этот какого пятачок и тачок ну прикольно прикольно прикольные желатине так маленькие рандеры у нас есть уже ой не рандеры хайлэнд хайлэнд пить и он вода вот вода дождь идет рот открой рот открой капельки лови все будет нормально а вы чё утопили ты все балбасы так ладно аваста обновить обновить а я же белого да и белого золотистого хайлэнда купил красавчик а чё беленький а беленькие будут маленькие вообще маленькие есть нет маленьких хочет пить в чем проблем так вода чистая ничего не знаю все нормально попить они могут все все должно быть нормально я не ну да вот они могут спокойно подойти да здесь но это уже то что они не соображают не мои проблемы я тут ничем вам не помогу ребята а стой стой ну куда ты не топи не надо не топи но не топи ну зачем ты это делаешь но ты живой казани баран так дикий кабан пауза пауза быстро пауза так до свидания гуляем кабан гуляем у вас здесь что есть интересного так вас родители нормально члены стаи члены стаи члены стаи а ей у ю но поехали дикий кабан будем разгребать немножко поработаем так сказать парк дикий кабан поехали а тут как у нас сериал начинается так камера американский сериал камерон самец а котов это уже из японии ну да как он японский иван иван до свидания генри пакета джош джош тоже туда же рейчел кстати прикол на ролл а мы есть викинги до уровень сандар и тим до свидания ребята ой или оля сорян 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 можете быть свободны и не беспокоиться так а ты чё люлячка отхватил слабак нам таки не нужны так сайга достигает зрелости нет а скоро достигнет зрелости да ну вроде разобрались немножечко подфармил листочков на проток от этого да да дать бодать часом за ну кстати так утра в травку вот это утро будет буйволово трава вот так если и нас памяти она прям смотрится уже вольер смотрится хорошо то есть без одни текстура а именно прям это травка травка прям хорошо красиво ой забор какой красивый забор красивый забор да мне кажется тебе очки надо сменить они тебе не подходит тебе надо нормальные очки опа стоять я не дам вам этого делать ребята сюда не какой смотри успокойся так ладненько дайте закончим на сегодня и услышимся завтра завтра думаю я успею завтра еще один ролик запилить либо он будет сразу с двумя животными либо с одним все зависит от времени а на сегодня все с вами был гринайт подписываемся ставим лайки комментируем ссылка на плейлисты на паблик в описании под видео всем пока ну и Продолжение следует... Продолжение следует...